Господи, жители, ну это... Ну какую ерунду вы несёте? Ну как вы это всё придумываете? Ну объясните мне, пожалуйста. Ну, как... Подождите, подождите, дайте мне немного успокоиться. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И каждый день, вот каждый день происходит какая-то ерунда у нас в деревне, и все вы это знаете, но то, что произошло сегодня, честно, я уже минут пять смеюсь и никак успокоиться не могу. Фух, подождите, давайте я выдохну, но получается у меня с трудом, и прежде чем я вам расскажу эту удивительную историю, которую жители, наверное, сами себе придумали, я, ну знаете, сделаю небольшое предисловие. Как вы знаете, в каждой деревне жителей есть там домики, дом мэра, там мой дом кузница, естественно, ну и есть вот эта вот церквушка. Вот такая вот громадина, ребята, и она особо нигде не используется. Ну вот серьёзно, вы когда-нибудь видели, чтобы ваша церковь там как-то активно использовалась, жители там собирались? Ну, вряд ли, я, если честно, такого не замечал, и в нашем случае это, я даже не знаю, что это, это просто помещение, которое вот так вот быстренько освещается четырьмя факелами, ребята. На втором ярусе у нас стоит печка, у нас стоит рабочий, в принципе, верстак, полностью пустой сундук и кровать. Здесь, по сути, раньше жил житель-священник, но он уже давно переехал, если честно, я даже не помню, как его зовут, потому что это было более года назад. Только вдумайтесь, более года, это, это, это просто жесть. За это время на моем канале вышло около трёхсот пятидесяти роликов. Вдумайтесь, триста пятьдесят роликов я выпустил, а жителей этого уже давно в деревне нет. Ну так вот, и сегодня, я опять вспоминаю, начинаю смеяться, честное слово. Жители сказали, что кто-то им там рассказал в городе или в интернете, я так и не понял, что именно сегодня, ребята, получается, в среду, восемнадцатого августа, именно в этот день вышел ролик. И, кстати, напишите в комментариях, какого числа вы его смотрите, потому что бывает такое, что ролики начинают активно смотреть спустя полгода даже. Поэтому обязательно напишите, мне будет интересно почитать. Ладно, извиняюсь, я отвлёкся. Рассказали жителям, что сегодня можно загадать желание в церкви, и оно непременно избудется. Причем абсолютно любое. Можно загадать себе один миллиард изумрудов, там новый дом, новую машину. И, в общем-то, жители действительно в это поверили. И я им рассказываю, мол, да ребят, ну вас разводят. Причем для того, чтобы это сработало, нужно пожертвовать парочку изумрудов. И знаете, что я понял? На этом нужно сегодня сыграть. Поэтому сегодня на канале выйдет очередной троллинг жителей. Только он будет несколько необычный. Ну, я вам сейчас всё, в принципе, расскажу и покажу. Только для начала нужно с жителями немного пообщаться. Вроде, да, с тобой. Привет, слушай. Я вот по поводу желаний вот хотел уточнить, как этот процесс происходит. О, Пиксель, ты ещё не загадал? Слушай, а можешь мне своё желание продать за 40 изумрудов, пожалуйста? Чего? Житель, подожди секунду. Я, в общем-то, хотел тебе сказать, что... Так, ребята, вот тут и начинается троллинг. Я уже, я уже загадал своё желание. Вот, думаю, тебе рассказать его. Ты чего, Пиксель? Дурилкин ты! Самый настоящий! Нельзя желание вслух говорить, оно не исполнится никогда! Так, продай мне желание. Хоть ты его уже и загадал, продай. Я даю тебе 5 стаков изумрудов, пожалуйста. Житель, я не буду тебе ничего проводовать. Чё за ерунду ты несёшь? Я загадал, что стану богом этой деревни, богом Майнкрафта, и по факту смогу тоже выполнять ваши желания. Здорово же! Не, Пиксель, слушай, я, конечно, знаю, что могут исполняться все желания, но твоё это полная ерунда какая-то. Фигню какую-то несёшь. Опять издеваешься надо мной? Да нет, житель, я, ну, ты мне так рассказал, что любое желание можно исполнить, и вон ещё жители подбегают. Смотрите, пошёл другим рассказывать, о чём мы говорили. Я просто так подумал, что можно загадать это желание, в принципе, почему бы и нет. У меня, как бы, дом не нужен, у меня хороший дом, изумрудов у меня достаточно. Да и зачем? Можно же, как бы, загадать, чтобы желания были бесконечны. И всё, понятно, не хочет слушать мой бред, но это он пока так думает. Потому что именно сегодня, ребята, я хочу стать богом и затроллить жителей своих деревни, для того, чтобы это было максимально смешно. Только для начала мне нужно переодеться. Где-то у меня был костюм бога, ребята, только его остаётся найти. Ну и, естественно, переодеться. Господи, какую фигню они верят, ребята, это жесть. Ролик получится просто супер. Так, и теперь браслет на левую руку надеваю. Ну и, в принципе, вуаля, ребята. Вот такой вот я скромный красавчик получился. Я даже нашёл, ребята, очень давнее забытое зелье креатива, для того, чтобы его сейчас использовать и, в принципе, подготовить площадку для троллинга. Только, естественно, для начала его нужно выпить. Так, выпиваем его. Тут же у нас появляется пустой пузырёк. Ваш игровой режим обновлён. А это мы выбрасываем в лаву, потому что нам это с вами сейчас не нужно. Ну и, в принципе, всё, ребята. Сейчас самое главное сделать так называемые врата в рай, где любое желание жителей будет автоматически исполняться. Для этого нам понадобятся кварцевые ступеньки, обычный кварц, ну и, конечно же, кварцевые колонны. Ну и, наверное, я где-то использую парочку золотых блоков. Всё-таки я, ребята, бог как-никак. Именно поэтому мы сейчас начинаем с вами довольно-таки быстро. Я не думаю, что это займёт у нас очень много времени. Я думаю, где-то минутку построим такую лестницу в сторону неба, ребята. Ну, якобы, это лестница, опять же, в рай, где любое желание жителей будет исполняться. И вы спросите, Пиксель, я, конечно, всё понимаю, ролик интересный, все дела, но... А в чём троллинг? В том, что ты желание жителей будешь исполнять? Нет-нет-нет, ребята, всё не так просто. Для начала, да, я исполню, но сделаю это немного, ну, скажем так, ребята, посредственно. Например, житель попросит у меня один стак золотых блоков, а я выдам ему, к примеру, один стак земли, и буду, ну, убеждать его в том, что это золото. В общем-то, вы сейчас, скорее всего, действительно ничего не понимаете, но, пожалуйста, досмотрите ролик до конца, и тогда вы сразу же всё поймёте. А я пока что продолжаю выстраивать лестницу в рай, конечно же. И остаётся, ребята, вместе с вами установить буквально пару ступенек, и вуаля, так скажем, врата в рай, ребята, полностью готовы. Вы только посмотрите, насколько эта лестница получилась длинной. Какая это высота? Ну-ка, секундочку. Это у нас, ребята, 200 или... А, нет, 154-я высота. Это очень высоко, и здесь я оборудовал себе вот такую вот красивую комнатку. Золотые блоки, на которых я, в принципе, буду стоять. Вот такой вот красивый, так скажем, практически панорамный вид. Житель сюда будет заходить, и я буду выполнять его желания. Ну, если вы, конечно, понимаете, о чём я. Самое время прямо сейчас спуститься, ребята, и сообщить жителям о том, что я готов выполнять их желания. И обалдеть! Эта лестница, конечно, просто громадная, ребята. Я уверен, что сейчас жители позвонят своим друзьям-носатым из других деревень. И здесь будет просто громадная очередь, просто гигантская, которая позволит мне, ребята, затроллить практически всех жителей в Майнкрафте. Ну и, в принципе, время пришло. Только для этого нужно немного изменить свой голос, ребята. Без помощи какой-либо программы просто говорить более величественно. Я же всё-таки бог Майнкрафта, как-никак. И буду их троллить. О, житель! Житель, а ты говорил, у меня не получится стать богом. Ну и как тебе такое? Вот, посмотри. У меня золотая одежда, вот такая вот белая простынка. И я готов выполнить практически любое твоё желание. Что? Ты же сказал мне своё желание. Оно не должно было сбыться. Это просто невозможно. Всё возможно, житель. Всё возможно. Значит, бери своих друзей, значит, и выстраивайся на вот эту вот огромную лестницу, которая ведёт в рай. И там я могу выполнить любое твоё желание. Даже стаки измруда. Всё, ничего не говори. Буду вас всех ждать, жители. Собираемся возле лестницы. Все поднимайтесь наверх. Фух, ребята, вроде как сработает. Осталось только теперь мне туда подняться и сделать это гораздо быстрее, чем остальные жители. Потому что сами должны понимать, сейчас сюда набежит, ну, не прям огромное количество, но я думаю, жителей 5-7 точно будет. Потому что именно такое количество в нашей деревне сейчас ходит без дела. И, кстати, комнатка получилась довольно-таки красивой и уютненькой. Так, открываем дверьки и остаётся только ждать первого стука в мою, в принципе, ребята, ну, божественную дверь получается. Я вот думаю, может, пока у меня есть время это как-то украсить. И опа, кто-то стучит, кто-то стучит. Так, секунду, просто кроватку поставлю. Решил просто немного декорациями заняться. И вы видели это? Тут просто гигантское количество жителей. Так, ну, нужно успокоиться. О, да, привет, житель. Я готов выполнить любое твоё желание. О, привет, Пиксель. Обалдеть, хорошо, что я успел. Я самый первый, мы тут за очередь чуть не подрались. Слушай, дело в том, что мне не хватает изумрудов. И, да хватит толкаться. Мне нужно полстака изумрудов. Можешь выполнить моё желание? Конечно могу, одну секундочку. Так, ребята, закрываем прямо перед ним дверь. И сейчас я кое-что хочу сделать. Так, что у нас максимально сильно похоже на изумруды по цвету? Да, в принципе, давайте ему лаймовый краситель. Полстака. Так, и подписываем это. Изумруды. Всё, ребята, вот это я понимаю. Вот это издевательство. Не, ну а чё они в какой-то бред поверили? Ой, ё-моё, построил вот какую-то ерунду. А если бы я это за эти деньги вообще брал? Да, житель, вот, конечно, держи полстака изумрудов, как ты и просил. Чего, Пиксель? Какие изумруды, ты издеваешься? Это зелёный краситель, блин. Да нет, нет, ты подбери, ты не отворачивайся. Подбери, посмотри. Там даже чёрным по белому написано. Вот, я даже проверю. Ну вот, изумруды, это просто текстура багнулась. Да, текстура багнулась. Да какая нафиг текстура, Пиксель? Ты чё, совсем что ли? Мы тут очередь выстроили, чтобы ты нам краситель вместо изумрудов давал. Слушай, не нужно так со мной разговаривать, а то заколдую тебе ещё и изумруды твои заберу. Всё, давайте следующий. А ты забирай свои изумруды и уходи отсюда. Фух, ребята, вроде как прокатило. Так, пока он там отпускается, ребята, спускается, пытается успокоиться. Я немного продолжу украшать, ребята, и... Да, господи, кто там опять тарабанит-то? Ой, господи, ну это я же тебе сказал... А, это не ты, ты не за изумрудами? Нет, я тут рядом стоял. Господи, я эти изумруды видел своими глазами. Это у него с текстурой что-то. Слушай, Пиксель, а можно мне радужную кирку, пожалуйста? Я сам все изумруды заработаю. Радужную кирку? Да, конечно можно, одну секунду. И, блин, этого жителя так жалко, ребята. Он хочет заработать всё сам и не собирается выпрашивать у меня какие-то непонятные желания. Поэтому, знаете, я, наверное, ему подарю. У меня есть изделие креатива ещё примерно на минут пять, поэтому я просто подарю ему вот эту вот офигенную радужную кирку. Мне, в принципе, не жалко. Потом её просто за изумруды куплю. Пускай житель верит в небольшое чудо. А тому жительнику я потом тоже, ребята, господи, со своих денег выдам один стак изумрудов. Ну, тоже повыполняю его немного желания. Мне всё-таки ролик как-никак добрый должен получиться. Вот, житель, конечно, держи самую настоящую, ё-моё, радужную кирку. Фух, я думал, она упала. Оболнить, господи. Спасибо тебе большое. Я всем расскажу, что ты действительно выполняешь желания. Давай я тебе изумрудов дам. Нет-нет-нет, житель, никаких изумрудов. Так, дай мне пару минут передохнуть. Так, закрываем. Да-да, забери ты кирку. Фух, забрал, ребята. Ролики на этом буду действительно заканчивать. Ещё пару желаний постараюсь выполнить. И... О, слушайте, если честно, я могу отсюда прямо сейчас эвакуироваться, прыгнув в эту воду. Вот это я удачно всё построил. Не забывайте подписываться на канал, ребята. Ставьте лайки, ставьте комментарии. И не забывайте, что желанием действительно свойственно сбываться. Только для этого нужно немного пошевелиться. Всем удачи, ребята. Не теряйте веру в себя. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok